В четыре раза больше мест для выгула собак станет в Красноярске в ближайшие три года. У нас планируют открыть почти три десятка новых площадок для четвероногих. Наталья Архипова узнавала, где же они появятся. Ну, примерно в каждом районе должна быть такая площадка, где можно прийти с собакой, прогуляться, выпустить собак свободно. Гулять с собакой – часть профессии Олега. Зооинженеру-кинологу многие в этом завидуют. Своих воспитанников мужчина выгуливает на частной территории, за городом или на специальных площадках. Владелец может взять специально пакет и убрать кал за собакой, чтобы все было чисто. На этом участке есть все, чтобы питомец мог порезвиться. Много места, снаряды препятствий, а главное – возможность избавиться от поводка и носиться без намордника. Чтобы хозяева могли не напрягаться, что собака попадет под машину или напугает кого-то из людей. Вот смотрите, собаки прекрасно играют. Есть уверенность, что они спросят энергию свою, которая у них в квартире. Основная масса же собак у нас живет в квартире, они могут скинуть ее, понимаете. Чтобы собаки были счастливы и хозяева были счастливы, чтобы была безопасность в первую очередь для людей, окружающих нас и для собак. Таких общедоступных площадок у нас восемь, что для города-миллионника очень мало. Одна появилась совсем недавно на улице Мичурина в районе завода Сиптижмаш. Ее за свой счет открыл красноярский сноубордист Николай Алюнин. А в городском совете заявили, в Краевом центре скоро появится почти 30 новых мест для выгула четвероногих. На самом деле нормальная цифра, но хотелось бы еще больше, безусловно. Этого недостаточно, но нужно в этом направлении двигаться. В течение трех лет эти 28 площадок должны появиться в нашем городе. Мне эта тема интересна, я сам очень люблю животных, собак. И мне кажется, нужно, чтобы наши четверых ноги и друзья были в комфорте, и у них был свой угол, где они могут свободно побегать. Одного желания для открытия такой специальной зоны недостаточно. Нужно найти место, которое будет соответствовать всем требованиям. Размер не меньше 400 квадратных метров. Расстояние до окон жилых и общественных зданий не меньше 25 метров. Также учитывается, как близко находятся детские учреждения, школы, площадки для занятия спортом и отдыха. Часто против строительства выступают соседи, и многим приходится выгуливать собак, где придется. Меньше всего повезло собаководам в Кировском районе. На них планы скромные. Здесь думают открыть только одну площадку. Предварительно в парке Сипсталь. Четыре новых зоны в Центральном районе, в том числе и в сквере Чернышевского. Пять мест оградят в Свердловском и шесть в Октябрьском. Больше всего новых мест для выгулы обещают в Советском районе. Речь идет о строительстве здесь 12 площадок. В Горсовете посчитали, на все эти работы необходимо 27 миллионов рублей. Выделять их начнут в следующем году. А до конца текущего обещают открыть площадки для собак в скверах Юдина и Солнечная поляна. Наталья Архипова, Валерий Чащин, 7 канал.